Теперь перейдем к проблеме, довольно сложной и щепетильной, но разобраться с которой просто необходимо. Вот данные статистики. За 7 месяцев этого года выявлено 150 преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми. Это больше, чем за весь прошлый год. Специалисты говорят, методы педофилов становятся все более ухищренными. Законодатели и силовики пошли в контратаку в противовес разработанные дополнения в уголовный кодекс. Их соответственность хотят ввести за умышленное хранение детского порно и так называемый груминг, обработка детей для последующего сексуального контакта с ними. Есть и другая сторона медали. Добровольные борцы с педофилией. Правоохранители отмечают, их помощь неоценима, но иногда под ликом ярых истребителей детонасильников скрываются и отъявленные бандиты. Кто в этой войне жертва, кто охотник и почему меры по уничтожению такого явления, как насилие над детьми, надо принимать уже сегодня. Ответы на эти вопросы в журналистском расследовании корреспондентов «Зоны Икс» для главного эфира. До сегодняшнего дня это видео считалось запретным к эфиру. Нам удалось его раздобыть. Его название – «Кошмар на улице Матусевича». Кресты, свастика, непонятные человеку надписи, антураж для фильмов ужасов. Здесь такие снимались. Актерами были дети. Те, кого называют из неблагополучной семьи. Тут и досье на каждого имелось. Вот. Все дети, которые у него были. Тех, кто попадал сюда, держали в заперти. Межкомнатные двери открывались только с одной стороны. На этих кроватях маленьких пленников насиловали. По несколько дней подряд. Где у тебя ординаторская? Детская, вот здесь. Вот здесь ординаторская? Что у ординаторской происходит? А смотры проводишь? Нет, ребята, не знаю. Этот человек, Сергей, хозяин. Психически нездоров. В свое время успел побывать в новинках. На кадрах пытается оправдаться. Якобы детей не трогал, но порно с малышами есть. С иступленным упорством мужчина то и дело повторяет – не отдавать его в тюрьму. Он требует обратно. Психиатрию. Мол, там ему будет лучше. Там еще есть шанс выйти на свободу и продолжить кино. Зачем я с ними связал? Серега, сейчас... Самая стигматизированная такая часть осужденных. Ну, с ними, естественно, основная масса общаться тесно не желает. Действованный ли этот способ, когда отказываются все? Действованный для чего? Для осознания того, что совершил. Ну, вряд ли. В колонии для первопроходцев, а так называют тех, кто тюремную робу натягивает впервые, ставку делают на исправление. Но статистика – упрямая штука. Почти все осужденные по статье педофилии, уйдя на свободу, возвращаются на нары рецидивистами. То, что было когда-то, так и бурлит внутри до сих пор. Некоторые гордятся этим, некоторые рассказывают об этом как о своем личном достижении. Они не могут поделиться этим с другими осужденными, а наедине уже прям как их прорывает. Допустим, можешь называть известных детей и говорить, что вот были акты с ним, которые там, скажем, в личном деле изменены, нету фамилий. И им как свое… Детей из известных родителей? Либо известных детей. У нас есть тоже дети известные. Все начинается с интереса. Нездорового, порой животного. Охота современного педофила выглядит примерно так. Человек садится за компьютер, выбирает всем известную социальную сеть и, например, десяти подобранным заранее детям отправляет сообщение такого плана. Привет. Ты меня не знаешь. Давай знакомиться. Просто я увидел твои фото на страничке. Ты мне очень понравилась. Ответят все. Не сомневайтесь. Крючок заброшен. Дальше дело техники, чтобы хоть одна да и клюнула на уловку педофила. Приятно. А как тебя зовут? Сергей. Слушай, я занимаюсь фотографией. Очень хочу тебя снять. Можно и видео. Заплачу хорошие деньги. Никто и не узнает. Если хочешь еще больше денег, может быть и продолжение. Сексуальное приключение будет незабываемым. Даже я не знаю. Мне очень нравится фотографироваться. Никогда не пробовала. Я подумаю. Вот я читаю. Привет. Буду краток. Могу дать больших денег за сексуальную тифь. Место встречи любое. Это уже все? Начинается груминг? Или еще предложение оно не считается? На данной стадии, конечно, груминг здесь до конца не понятен. Ввиду того, что мы еще не видим, сам потенциальный педофил, он осведомлен о возрасте несовершеннолетнего или нет. Я взрослый и самостоятельный, и хорошо плачу. И деньги всегда даю вперед, чтобы девушка не подумала, что обману. Знаешь, есть много уродов, что обманывают. Или еще могут изнасиловать. А сколько денег? Смотря по времени, обычно все соглашаются на часа так четыре. Я даю миллион. Неплохо, даже очень. Может, если смогу в понедельник уйти со школы, то можно вместо школы. Получается, когда девочка, в принципе, согласна, стороны нашли понимание. Все равно нарушение закона. В возрасте до совершеннолетия, как правило, дети не осознают ту степень опасности, те вещи, которые их ждут. С этой не пришел навстречу, со следующей пришел. И мы, человека, не можем привечь к уголовной ответственности за то, что он собирался сделать. Ополчение против извращенцев есть. В парламенте создана рабочая группа по разработке законопроекта о борьбе с педофилией. Специалисты приходят ко мнению, наказание нужно ужесточать, а законодательство ориентировать на пресечение любых условий легализованной педофилии. Изучается опыт других стран, например, в Британии и США. Увлекаешься извращенной любовью к детям, ты вне закона, практически на всю жизнь. Тем людям, которые сегодня еще думают, не надо думать, потому что надо решительно, стремительно, как вот мы, не безразличные к этой теме, принимать решения и помогать поддерживать тех людей, которые сегодня вырабатывают максимальные механизмы для того, чтобы защитить детей. Для ребенка это травма на всю жизнь. И надо это понимать. Когда лично кого-то не коснется... На данный момент девочке 13 лет. Этот человек пришел на встречу с девочкой, с которой переписывался в интернете. Девочка оказалась накачанным парнем. Рядом такие же, мускулистые подруги. То, что происходит с гостем дальше, вне закона. Кто-то скажет, закроем глаза. Он пришел извращаться над ребенком, вот и получил по заслугам. А ведь уберечь педофила от линчевателей не так просто. Горячим парням доказательство не главное. Я говорю, я приехал вот к вашему же товарищу, ну и показал ему его, говорю, к нему, чтобы забрать деньги. Нет, он сказал, что ты приехал, чтобы сексом заняться. Я говорю, да я никаким сексом, у меня есть девушка. Подробности сафари в Речице сегодня известны всему городу. Когда-то Юрий нарвался на засаду, которую якобы борцы с педофилами готовили для гостя по переписке. По информации оперативников, пострадавший никакого отношения к разратникам малолетних не имеет. Но девять молодчиков думали по-другому. Заставили меня раздеться, я не хотел, они меня начали опять бить. Потом надели черный мешок на голову, завязали мне сзади скотчем руки. Беги, я стал бежать, они сзади, там один сзади бежал, подножки мне стал делать, я стал падать. Для этого, говорят в милиции, и нужна такая норма закона. Наказывать даже за интернет-переписку. Уберечь это может как злоумышленника, так и невиновного. В главном эфире Александр Савенко, Денис Гатило, Виталий Дежкевич и Николай Лошкевич.